Всем привет! Сегодня я выбрался в лес и опять буду проводить радиосвязи на коротких волнах из леса. Но не просто буду это делать, а буду сравнивать два трансивера. Буду сравнивать работу двух радиостанций. Одна радиостанция будет всем известная ЕЗУ FT897, а другая это будет ICOM 7200. Послушаем, как они принимают сигналы, посмотрим, как будут отвечать с этих двух радиостанций мне корреспонденты. Антенну буду использовать сдвоенный диполь на 40,80 метров на диапазон, который я вам уже неоднократно показывал, на который я достаточно часто работаю. Вот он у меня на это дерево поднят, в центре его на этом дереве находится, вот от него кабель снижения, а края тоже закреплены за какие-то деревья. Сравниваемые радиостанции я расположил вот здесь вот на столе, одна на другой они лежат, снизу соответственно более крупный ICOM, на нем сверху FT897. Антенна к ним будет подключаться поочередно с помощью вот такого вот коммутатора, который вы часто, наверное, у меня видите. Простейший совершенно коммутатор, один тумблер и три разъема в металлической коробке. Когда тумблер-коммутатор находится в левом положении, это у нас включен будет FT897, когда в правом, соответственно, ICOM. Питание обеих радиостанций будет осуществляться от батареи свинцовой, емкостью 85 Ач, вот она здесь сбоку от стола расположена. Еще в этом эксперименте по сравнению двух радиостанций мне будет помогать такса Тринни. Она носатая, будет своим носом все вынюхивать, будет сравнивать сигнальчики, помогать. Да, Тринни? Р1ББГ, РА3ТЛБ. Вот сейчас я с FT897 говорю, на сколько там баллов меня принимаешь, на сколько баллов принимаешь, прием. Принято, 5-6 кюсб до нуля, перехожу на ICOM 7200. Р1ББГ, РА3ТЛБ, прием. РА3ТЛБ, РА3ТЛБ, да, но здесь на самом деле модуляция немножко другая, более глуховатая, что ли, я не знаю. Но сигнал, наверное, такой же, сигнал такой, но и модуляция немножко другая. Вот эта модуляция, она хуже разборчива при таком слабом сигнале приема? Да, при таком сигнале она хуже разборчива. На 8-9-7 разборчива намного приема. Да, понятно. Но здесь вот штатный, штатный микрофон, штатная модуляция. А на 8-9-7 там доработанный немного микрофон, у меня вместо динамического стоит электретник. Хотя здесь тоже электретник, но здесь он штатный. Но на прием примерно одинаково, я слышу, что на одну станцию, что на другую. Да, ну феддинги, конечно, феддинги сильные, что говорить, феддинги сильные, тоже сейчас тебя с трудом принимал уже прием. Принято, принято. Ну, феддинги наблюдают, там все, что... Ну, мы точно сказали, что 100% уверенности, что 8-9-7, 8-9-7, 8-9-7, 8-9-7, 8-9-7, 8-9-7, прием. Да, Алексей, добрый день. Где-то 5-5-5-6, принимаю сигнал. Дмитрий, в городе Воронеже, на дачном участке, антенна Дипа-Дипа на этот диапазон. Алексей, я наблюдал, вот, но с другим трансфером, по-моему, 8-9-7, разборчивый сигнал гораздо... Считаемость сигнала гораздо, как бы, получше для слабого сигнала, на прием. Да, Дмитрий, спасибо, спасибо за информацию. Вот я сейчас перешел на этот 8-9-7, то есть у него более компрессированный, что ли, более высокочастотная модуляция, да, прием? Да-да, более высокочастотная, и как бы разборчивость уже сразу, сразу уже на порядок лучше, на прием. То, что сейчас дали оценку модуляции у 8-9-7 лучше, чем у Айком у этого, в общем-то, это немного нечестное сравнение, так как у 8-9-7 тангента, вот эта, доработанная, штатная тангента, содержит динамический микрофон. Я его оттуда убрал, и вместо него поставлен туда электритный микрофон, обычный, маленький. Соответственно, модуляция стала немного более высокочастотной, взросла чувствительность микрофона. У Айкома же у этого используется штатный микрофон, тангента, хотя он тоже внутри содержит электритник, то есть он сразу, оригинальный его вариант, уже содержит электритный микрофон, но почему-то с ним модуляция такая более губнящая, менее высокочастотная. Наверное, все-таки лучше с этим трансивером использовать какие-то более хорошие микрофоны, может быть, более дорогие модели, Айкомовские. Но вот сигнал со штатной тангенты оценивают как-то не очень хорошо. Пока на 7-175 никто не отвечает, послушаю на эти два трансивера, телеграфные маячки и сравню, как их слышно. Слушаем на 8,5 МГц, на FT-897. Слышно два маяка, С и Д. Теперь послушаем на Айком. Метеоинформация на 6,617 в Верхнебековой. Переключимся на 8,9,7. Погода Паукова за 13,0, ветер 255,8, здесь отключено дождевые, плюс 23, точка Росы. Тоже самое, метеоинформация, только зарубежная, на английском языке, соответственно. 6,6176 частота. Слушаем на 8,9,7. И сравниваем с Айком. Снова на 8,9,7. Переключаю Найком. Что немного непонятно, кажется, что этот Айком примерно так же принимает все сигналы по уровню, даже слабые. Но при отключении антенны у него шум остается очень громкий, а в отличие от него 8,9,7 это не так. Например, сейчас вот мы слышим на 8,9,7. Я сейчас переключу антенну на Айком, соответственно от 8,9,7 антенна будет отключена. Мы увидим, как шум заметно снизится. Я отключил, шума практически не стало. Теперь то же самое проделаем с Айкомом. И картина совершенно другая. Вот мы слышим сигнал примерно так же. Сейчас я отключаю антенну от этого Айкома. И шум останется примерно на таком же уровне, как с антенной. Что это такое? Почему так? Почему он выглядит более шумным без антенны? Хотя при наличии сигналов, разборчивости, соотношение сигнал-шума на слух у сигналов остаются примерно такие же. Вот смотрите. Сравниваю две радиостанции, по очереди их подключаю к одной антенне. А послушаешь меня, пожалуйста, прям? Конечно, с удовольствием, ТЛБ-ТКХ. Перехожу на вторую. ТКХ, ТЛБ. Значит, вот эта вот вторая, вторая радиостанция. Айком 7200, то была АФТ897. Мощность такая же стоит. Как меня слышно? Приём. Принято. ТЛБ-ТКХ. Значит, с Айком сигнал намного глуше. Айком сигнал намного глуше. Он на самом деле просто ровный АЧХ. У предыдущей, у предыдущей сигнал был явно с подъемом вверхов. Более пробивной, более пробивной. Но вот с Айком как будто бы более гармоничный, но глуховат. Сильно глуховат. По уровню практически одинаково. По уровню практически одинаково. Это надо несколько раз быстро переключать, чтобы понять разницу уровня. Но вот, чтобы разницу уровня понять, надо несколько раз быстро переключать. РА-3ТЛБ, РА-3ТКХ. Послушаю, как на эти два трансивера слышно радиохулиганов амплитудной модуляции на 3 МГц. Уже шестой час времени, уже открывается прохождение там на НЧ, и появились какие-то сигнальчики. Из города Орехово-Зуево, в Подмосковье. В Подмосковье какое-то уже слышно. Переходим на Айком. Так, вот это 897897 первый аппарат. ТФТ897. Сейчас перейду на второй приём. Так, вот это вот Айком 7200, 7200. Как меня слышно приём. Менее компрессированная модуляция, более линейная, да, приём? Да, 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 да. На 897 более высокочастотная, более зажатая модуляция, такая пробивная. А здесь по линейной, наверное, приём. О, да, по мощности одинаково, да? По мощности одинаково. Это фейдинги только какие-нибудь могут быть. Мощность одинаковая выставили на приём. На этом закончу сравнение двух трансиверов, FT897 и Айком 7200. Понятно, что на передачу то, что отличается тембр сигналом моего, как отмечали многие корреспонденты, это ничего не значит. Это значит, что просто можно применять другой какой-то микрофон, другую тангенту и с одним трансивером, и с другим. Во-первых. Во-вторых, есть настройки, которые влияют на спектр. Можно сделать его чуть повыше, чуть пониже подвинуть. Вот это всё можно настроить, можно всё это поменять. Это не вопрос, который важен в сравнении. Больше, конечно же, меня интересовало, как работают эти станции на приём. Разница в тембре звучания, в режиме приём, огромная, конечно же, огромная. Несмотря на то, что есть всякие тут функции сдвига, ПЧ и так далее, даже если их попытаться подвинуть как-то, чтобы сходный был звук, всё равно отличается очень сильно звук на приём. Что очень бросилось в глаза, то, что этот Айком 7200 при отсутствии антенны очень сильно шумит. То есть, если он оказывается без антенны в момент переключения коммутатором антенны на другую станцию, в это время шум в нём очень сильный. То есть, практически незаметны разницы, что антенна и что без антенны. То есть, антенну я отключаю, всё равно шумит точно так же. Вы можете увидеть это, перемотать видео назад, найти моменты, где это видно. Почему-то он шумит много. Но, несмотря на это, в чувствительности реальной, по разборчивости речи, у него нет недостатка. То есть, были станции, которые я разбирал еле-еле, с трудом практически, не все слова разбирал. И что я переключался на 897, который без антенны вообще не шумит. И что на этот Айком 7200, разборчивость при этом была одинаковая. Просто этот шум, это какая-то, видимо, хитрая особенность работы такого цифрового приёмного тракта. Не знаю, с чем это ещё связано, но вот на разборчивость это не влияло. Да, конечно, звук от встроенного громкоговорителя говорит ли это Айкома, ну, не радует. Меня, конечно, хочется сразу подключить внешне. Вот с другими аппаратами, например, с 897, такого эффекта нет. Потому что динамик в них более широкополосный. Здесь он очень маленький, на передней панели этот динамик. Видимо, из-за его габаритов маленьких, он такой высокочастотный, писклявый, конечно, некомфортно слушается. Но в основном, конечно же, нормально можно этим трансивером пользоваться. Такой он более-менее удобный, настольный для использования в полях. Так что достаточно неплохой аппарат. Ни разу меня пока тут не подвёл. Это всё, что я вам хотел сейчас показать о сравнении этих двух трансиверов. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире. Сравнивайте разные радиостанции, антенны, экспериментируйте. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok